Известный российский поэт, детский писатель, литератор и журналист, председатель Союза писателей Кубани Владимир Архипов поделился секретом счастья и рассказал, что связывает его многие годы с Северским районом. В этом году писатель отметит 85-летний юбилей. Всю сознательную жизнь Владимир Архипов пишет, творит, радует ценителей литературы и поэзии новыми произведениями, причем не только своими. Во время последнего посещения детской библиотеки имени Сальникова Станицы Северской презентовал новый журнал, в который вошли произведения юных кубанских поэтов. Более 10 лет Владимир Афанасьевич руководит литературной студией и проводит ежегодный детский творческий конкурс «Крылатые качели». Сокрушается, что сейчас в стране не уделяют должного внимания детскому литературному творчеству, хочет изменить тенденцию и ставят перед собой высокие цели. Я выполняю задачу по представлению этому миру таких талантливых людей Кубани. Со Станицей Северской и Межпоселенческой библиотекой поэта связывает долгая дружба. Лет 15, а может больше. Сначала мы проводили литературные вечера Ивана Варавы, Кранида Обойщикова. Здесь мы готовили с учеными, с Юрием Григорьевичем Любинцем, книги по кубановедению. И использовали здешние материалы, литературные, архивные для издания учебников. Затем ежегодно Владимир Афанасьевич стал приезжать на Сальниковские чтения в детскую библиотеку. С выступлениями часто посещает станицы и поселки района, иногда презентуя новые книги. Творчество его многогранно, пишет о природе, людях, войне. Отец писателя в Великую Отечественную прошел от Москвы до Берлина. Однако детская поэзия для него ближе всего. Признается, что вдохновение зачастую получает именно от общения с детьми, восхищаясь их чистотой и неугасимым интересом ко всему на свете. Эту детскость сумел сохранить и в себе. Я всегда тянулся к молодежи, мне они интересны. Дело в том, что чем жив человек? Интересом к жизни, к женщине, к родителям, к детям, к природе. Вы смотрите, как у вас красивая природа здесь. Вы знаете, очень это вдохновляет. В прекрасном расположении духа и физической форме поэту позволяют оставаться ежедневные занятия физкультурой и утренние пробежки. Родом он из Вятской губернии, ныне Кировская область. Поэтому приобрел истинную северную закалку. Но местом, где душа попросила остаться, все же стала Кубань с ее неповторимым колоритом и историей. Сюда приехал, потому что Краснодар называется Краснодаром. Самое красивое название города в стране. Я сюда и приехал из-за этого только. Вот и все, прижился, мне люди понравились, природа. Ну и уже теперь куда денешься? Тут уже мои детки, мои, как говорится, воспитанники стали уже заслуженными людьми, учителями, депутатами. Так что тут ничего не попишешь. Я уже свой кубанский. Нынче будет 45 лет, как я приехал. Есть у него и свой секрет счастливой полной жизни и плодотворного труда. Я говорил, что человеком движет интерес к жизни, ко всему, что его окружает. Когда исчезает интерес, человек уже потухает, угасает. Но настоящие люди, они поддерживают себе интерес во всем. Жить надо восторгом. Восторг – это, прежде всего, двигатель и поэзии нашей жизни и истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова